Вот сижу я сейчас, и мне реально так стрёмно. На завтра соревнования. Всем привет, вы на канале Border Collie Vlog, на завтра соревнования. Фаня бегает сейчас, а Джилити ужасно, просто ужасно. Последние... Это она сейчас заметила, там паук. Целоса, огнелосочка. Короче, бегает она сейчас ужасно, я не знаю, как она пробежит соревнования. Доброе утро. И я проснулась. Это Фаня. Я её решила расчесать от некоторых колтунищек, чтобы они ей не мешали в забеге. Так что сейчас я её расчесываю, нахожу паспорт, и тогда только иду кушать и собираться. Сегодня у нас соревнования в 3 часа дня, так что я, как видите, не спешу, и я могу спокойно, не спеша, записать этот ролик, не бегая, как сумасшедший, как в прошлый раз. Вот наши паспорта. Это Фанин, это Леон. Такие синенькие, эстонские, европейские паспорта. Вот такой паспорт в Белоруссии. У нас Шелли из Белоруссии вроде, если я ничего не путаю. А вот такой паспорт был у Леона. Это российский паспорт. Русский, российский, как хотите называть. Вот такой паспорт. Но чтобы ездить по Европе, обязательно вот такие паспорта нужны. Так что это фигня. Это переделывается на вот это, и всё. И ездим где хотим, сколько хотим и куда хотим. И не надо делать ничего дополнительного. То есть кроме России, в общем-то, нам больше не... Ну, мы можем ездить куда угодно без проблем. Ты готова? Ты готов? Я не готова. У меня здесь карасовки. Мои, в которых я бегу, поеду я в этих. Потом у меня поводочек один для Лео. Фаня без поводочка. Паспорта, котлетки и две игрушки. Всё. Мне так стрёмно было последний раз, когда я первый раз бегала на соревнованиях с Лео. Ну, первые вот разы мне было так... Мне давно не было так стрёмно, ребят. Реально просто стрёмно. Жуть какая-то. Капец. Реально не было так стрёмно никогда. Ну, давно уже. Я уже отвыкла от этого чувства. Мне оно не нравится. Я хочу, хочу, хочу убрать это чувство. Всё, надо на соревнования ходить чаще. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Ну что, ребят. Давайте разберём, как мы пробежали. Как вы видели, набегали мы на места. Призы были так себе. Ну, это мелочи. Я вообще бегала для того, чтобы получить мешочек корма хоть какой-нибудь. Ну, да ладно. Это уже мелочи мои личные желания. Так вот. Лео в этот раз пробежал просто шикарно. Была одна моя помарка очень сильная, где я его не позвала. И в итоге, конечно же, он улетел на другой барьер. Из-за этого у нас дисквал. В общем-то, если бы не этот дисквал, то были бы на втором месте. Так очень много собак повылетало. Лео был сосредоточен, точно сосредоточено. Во второй трассе я делала много вальсов. Так как по своему горькому опыту я знаю, что если обойти барьер и сделать просто вот так и на-на-на после туннеля, он его пролетит в любом случае. Не важно. Даже если он будет прямо на него смотреть, этот барьер, он всё равно пролетит. Это горький опыт, который я просто выучила. Я знаю, что лучше делать вальс. В таких случаях, да, может я буду отставать где-либо и где-то его придётся высылать. Но это лучше, чем профуканный барьер. Палки практически не сбивали. Он молодец, был сосредоточен. Во второй трассе видно было, что у него такая небольшая рассредоточенность. Но это, честно, мелочи жизни уже. Там не так всё очень, ну, не критично и не так страшно. С Фаней, ну, вы заметили, я даже ускорила в два раза видео. Это было очень медленно. Мы не уложились во время. У нас были... Как это назвать, я даже не знаю. Минус баллы за более долгое время. Не знаю, поправьте меня в комментариях, как это правильно назвать. Потому что, ну, я просто... У меня первый раз такое. У меня обычно дисквала. Что мы куда-нибудь улетели, прилетели. Потому что когда мы начинали с Лео заниматься agility, это было жутко. У меня тренер брала вот эти железные номерки. И когда Лео снова, опять, убегал куда-то, она просто так шеверялась вот этими номерами в него. Со всей дури. Железными. Это помогло. Не ругайтесь на нее, но это помогло. Сейчас он вообще не убегает. Сейчас он вообще молодец в этом смысле. Он перерос. То есть, вот о чем я и говорю, что... Лео, когда был на соревнованиях, он расследотачивался. Он меня не видел. Он вот прыгнул и все. И полетел куда-то далеко подальше. Фаня у нее наоборот. Она когда пришла на соревнования, я это уже не успевала заснять. Пока бегаешь одну, поменяй другую. Собак было мало. И пока бегаешь, меняешь одну другую собаку. Разыгрываешь и так далее. Сосредотачиваешь. Очень много времени. Некогда просто снимать. Надо, чтобы кто-то еще ходил и рядом с тобой снимал тебе тогда все твои действия. Я пыталась ее разыграть на игрушку, на еду. Но видно было, что вне зала она чувствует себя более комфортно. Да, был дискомфорт, но все равно комфортнее. Как только она заходила в новый зал, она там ни разу не была. Коп-коп. Она ни разу не была в этом зале. И вообще в зале я начала заниматься совсем недавно. И видно было, что ей очень дискомфортно. Очень много запахов. Много чего отвлекающих. Из-за этого мы пробежали плохо. Да, без дисквала. Да, две чистые, ну как сказать, чистые трассы. Чисто, но не вошли во время. И из-за этого, конечно, мы вторые. Она много отвлекалась. Представала перед некоторыми барьерами. Мы над этим работаем. Какую стратегию работы мы сейчас взяли? Тренер подумала, сказала, что это вообще не идет ни в какие рамки. С каждым разом она бегает все медленнее и медленнее. Причем это все началось после течки. После того, как гормональный фон у нее попахнул. Вот это все началось. Ну стилизовать я ее не могу, так как она у меня в разведении. Питомники находятся в разведении. Я хочу получить от нее щенков. Так что пока что будем с этим бороться. Сейчас уже прошло два месяца. Ложная беременность у нее прошла. Так какая-никакая у нее была небольшая ложка. И сейчас мы работаем таким способом. До этого мы бегали полную трассу. Достаточно длинную. Как анолики. И достаточно быстро мы ушли на эту трассу. Но на данный момент мы поняли, что для нее это слишком. И ушли в самое начало. В дно мы ушли. Реально просто в дно. Мы делаем вот последняя тренировка. Это было два барьера и туннель. Все. Зато в третий раз в пробежке там было очень легко. Хоп. Хоп. Так-так. Туннель. Хоп. Так-так. Все. Зато на третий раз она реально разогналась. Наконец-то. И мы вот это вот очень-очень сильно подкрепляем. Сейчас я не буду писать именно какие соревнования. Во-первых, нету сейчас соревнований больше. Если я правильно все понимаю, сейчас вроде нет больше. Последние вот были соревнования, на которые мы не пошли. Но не было смысла. Или у меня грубинг был. Ну, не было смысла идти на эти соревнования. И что я могу сказать? Живем вот так и живем. Понемножку сейчас будем вначале ускорять ее на маленьких, коротеньких трассах. Коротюсеньких трассах будем ее ускорять. Когда пойдет вот это ускорение, начнем увеличивать трассу. Вот так мы решили с тренером. Тренер нам так и сказал, что будем делать, короче, вот так вот. Так как летом до течки она бегала шикарно. Быстро летала. Просто выкладывалась на полную. А сейчас она бегает так. И это ни в какую не годится. И мне это вообще не устраивает. Она может. Просто ей надо объяснить, что ты делаешь сейчас не так, как я хочу. Тебе надо выкладываться по полной. Я надеюсь, она все-таки, ну, до нее дойдет. И она перерастет вот этот вот момент. Насчет отвлечения в залах. Это временно. Она привыкнет. Такое будет, ну, первое время. Где-то полгодика, пока она будет ходить на соревнования. Потом это уйдет. Плюс мы работаем в разных местах. Как только появляется возможность, я вывожу ее в новый парк, на собачью площадку. Когда, например, я в Таллине. И мы ходим там и тренируемся. На море, в лесу, здесь, на этой всей территории, где мы живем, в Клога, она все знает хорошо. И здесь она не отвлекается вообще. Как выявляется, конечно, в городе, у нее немножко есть такое отвлечение. Но это, говорю, это все поправимо. Нужно время. Она привыкнет. Гормональный фон у нее придет в норму. И все будет отлично. У нас есть время до двух лет. В Спании. Два года я ее обязательно повяжу. Может чуть раньше, может чуть позже. Зависит от того, как она потечет. Все. На этом все. Это все, что я хотела рассказать. Вообще объяснить, какие на данный момент. Что, извиняюсь, у меня тоже не все идеально. Ну, если вы там переживаете, что вот ваша собака отвлекается, куда-то убегает. Не хочет бегать, ребят. Работайте, работайте, работайте. И через год у вас будут какие-либо, но прогресс. Какой-либо прогресс. Это пройдет. И потом, когда вы возьмете следующую собаку, вы будете говорить, типа, Блин, вот с этой собакой первой у меня было все просто. А с этой все... Почему все так тяжело снова? Я очень часто, причем, эту фразу слышу, у которой берут вторую собаку, а у них одна уже бегает. И вот у них это очень часто, что... Почему с первой было так легко? Она все делала, типа, типа, сразу, а эта, блин, еле доходит. Все то же самое, все то же самое. Просто мы уже забыли, как это было тяжело с первой собакой. Я говорю, Лео у меня сбегал, бегал по всей трассе, убегал другим собакам. Я его была неинтересна вообще. На трассах он отключался, он меня не видел. Он просто куда-то тупо бежал, что-то видел, что-то прыгал и все. Это было такое. Было, когда он был молодой. Потом мозги включились, и сейчас он слышит, слушает и начинает понемножку думать сам, без меня. И это классно. Или я начала показывать так, что ему проще это воспринимать. Не знаю, но он, по мне, начал думать сам лучше. С Ваней она молодая, ей год, ребят, ей всего год. И логично, что ей тяжело, у нее первые соревнования. Я не расстраиваюсь, что она так плохо пробежала. Да, грустненько. Но это исправимо, и просто с этим надо работать. Все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, здесь много интересного. Будем над этим работать. Пишите свои комментарии. Пока-пока. Пока. Пока. Пока.